Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем, ему 31, мне 25, полгода. Отношения развивались стремительно, быстро сблизились, мы очень разные с ними. Он домосед, очень доточный, внимательный. Я люблю заселиться, путешествовать, не сидеть на месте. Мы оба это понимали вначале, договорились, отступать друг к другу. Он ухаживал, был заботливым, организовал поездку, для меня даже подарок на Новый год. Меня все устраивало, была сильная сентация, он очень нежный и тактильный. Но вот прошло 7 месяцев, он не признается в чувствах нам, вместе становится скучно. Я очень открыто на эмоции, он наоборот замкнут. Мы не говорим по душам, у него нет трусей, у меня после появления отношений друзья тоже отвалили. Я переживаю, что жизнь проходит тупо и нудно. Его все устраивает. Еще проблема, он живет с родителями, я одна, он не хочет переезжать. Аргументирую это тем, что мы вместе работаем и много времени проводим и так. Он не знакомил меня с родителями, мы не говорим о будущем, все такие темы он накормил, сводит на нету. Мне не осталось тактильность, но будто бы больше ничего. Я запутал, я уже сама не знаю, что чувствую к нему. Все время думаю, что у нас все неправильно, что нужно заводить семью, не детей, а просто хотя бы пожить вместе. Строить быт. Потом думаю, что лучше реализовать себя на работе, развиваться, вкладывать в себя. Мне бы очень хотелось, чтобы эти отношения были последними. Но я чувствую, что мне будет в них тяжело. Мне бы хотелось, чтобы партнер тоже развивался, чего-то хотел от жизни, был более зрелым. А может начать чувствовать себя? Вдруг я не зрелый, мне нечего предложить мужчине, которого я хочу видеть рядом с собой, который сейчас рядом. Я что, его использую? Мне очень тяжело эти мысли постоянно, уже несколько месяцев в моей голове. Я не знаю, как мне быть, оставить все как есть, разобраться с собой или все изменить. И я перестану себя мучить. На что хочется здесь обратить, обратить ваше внимание? Ну, пожалуй, первое, на что хочется обратить внимание, это то, что вы говорите, что хотите, чтобы эти отношения были последними. Это несколько навевают на мысль о том, что вы видите как-то отношения немножечко по-другому. То есть, вы видите их отношения. Ну вот, я бы сказал, как некоторый такой вот способ для себя, ну, может быть, реализовать. А вот, или вы пытаетесь компенсировать что-то. Понимаете, да? То есть, тут вот есть такой аспект, в данном случае, наверное, не очень хороший. И это, вероятно, является одной из причин, по которым вы в этих отношениях чувствуете себя, как будто бы, ну, вот, обязанным что-то делать. Дальше, я думаю, что у вас есть ожидания от человека. Так, эти ожидания не обрадуются у вас. Возникает разочарование. Я бы сказал, что ключевым моментом здесь является то, чего вы хотели бы от отношений. То есть, вы говорите о том, что он делал для вас, молодой человек, но вы не говорите о том, что вы хотели бы делать для него. Это один из ключевых аспектов. То есть, вы, как будто бы, мотивируетесь своим желаниям, своими желаниями для себя. И, естественно, вот вы перестали получать то, что, ну, то, что вот вы хотели. То есть, вы перестали получать то, что вам нужно. И началась вот такая сторона. Началась такой аспект. Началась такая вот сторона. Да? Вот. На мой взгляд, тут так. Сейчас я пройдусь по вашему тексту и разберу его более детально. Итак, вы пишете, что ваши отношения развивались стремительно и что вы быстро сблизились. Это говорит о проявлениях страсти. В большей степени. Страсти. Именно страсти. Да? Не какое-то такое вот глубокое чувство и развивающаяся симпатия, а именно страсти. Страсти это идеализация. Вот. Страсти это идеализация и приписывая человеку того, что, вот, как бы, хочется видеть. Но никак не глубокое чувство уважения. Это и так далее. Это и так далее. Здесь я бы сказал, что, вероятно, у вас прошла страсть и наступила некоторая охлаждение, что, в принципе, нормально. Дальше. Вы пишете, что мы очень разные с ним. Ну, разность в некоторых случаях может быть как плюсом, в некоторых случаях так и минусом. Разность плюсом может быть, когда она дополняет друг друга, то есть у другого исток, чего нет у меня, но это мне очень нравится. Вот, для моих сеток точно внимательно. Забыкающий вперед, хочется сказать, что вы, как будто бы, ищете заземление. Вопрос только в том, что есть эта потребность в заземлении. Я люблю усилиться, путешествовать и не сидеть на месте моего быта. Понимали вначале и договорились, что уступают друг к другу. А как? Если я дома света, а вы любите путешествовать, как в таком случае мы можем друг другу уступать? Я все время буду, получается, вас ждать. Я все время буду, получается, без вас. Он ухаживал, был заботливым, организовал поездку для меня на Новый год, меня все устраивало, была сильная симпатия. Но, опять же, если говорить о том, что он делает для вас, как я уже сказал, вы не говорите о том, что делать для него. Вот, он очень нежный и тактильный. Для вас задача очень важна. Для вас важна нежность и важна тактильность. Прошло шесть месяцев, он не признается в чувствах, а должен признаваться. На месте становится скучно, когда скучно. То есть, как бы, скучно вам. Скучно вам в данном случае вопросок в том, что есть скука. На мой взгляд, скука – это подавление определенных эмоций, определенных чувств. Я очень открытый на эмоции, наоборот, замкнут. И вот эта суть по всему как-то тормозит. Мы не говорим по душам. Ну, опять же, чтобы говорить по душам, нужно, во-первых, говорить на одном языке, а во-вторых, нужно понимать особенности человека. Не каждый хочет по душам говорить, что у него нет друзей. У меня после появления отношений друзья тоже отвалили. Это довольно интересно, потому что… из глаз отвалили друзья, то… Скорее всего, дружба была некрепка, некрепка. Или вы подумали, что отношения для вас важнее. Вот тоже интересно, как… Как вы… Как вы к этому, ну, пришли. Я переживаю, что жизнь проходит тупо и нудно, его все устраивает. Ну, опять же, здесь вопрос, что вы подразумеваете под… Проходит тупо и нудно. Ведь свою жизнь вы сами, в общем-то, организовываете. Вот. Свою жизнь вы организовываете сами, и… От вас зависит, как она проходит. Не от молодого человека, а вашего. Вот. Дальше идём. Вы пишите. Ещё проблема, он живёт с родителями, я одна, он не хочет переезжать. Вот. Ага. Опять же, вопрос. А… Почему донь не хочет? Ну, может быть, человек… А… У человека своё видение, может быть, человек… Как бы… У человека свои ценности, может быть, он не готов, может быть, его все устраивает. То есть, опять же, есть у вас требования к… Мужчин… Это нужно больше вам, чтобы он это сделал для вас. Но не для себя. Ведь его, как я уже сказал, все устраивает. Вероятно. Да? Вот. Поэтому, тут вы, как мне кажется, пытаетесь воплотить… А… А… Как бы, своё видение… Отношений, игнорируя при этом то, что вкладывает в это другой человек. Дальше. Вы пишите. Значит, она аргументирует это тем, что мы вместе с работой много времени проводим и так вместе. Ну, человеку более чем достаточно того времени, которое вы просто проводите. Он не знаком у меня с родителями. Опять же, здесь у вас как будто бы тревожность по поводу того, что вы оказались в состоянии неопределенности. Да, то есть, вот как бы в подвижном состоянии вам находиться достаточно трудно. Так, мы не говорим о будущем. Да, это вот тревожность по поводу неопределенности. Здесь у вас есть недоверие к себе. Вот такие темы он и гаммин сводит на нет. А вас это пугает. Вы хотите на него опереться. На него, но не на себя. Нежность осталась, активность, но как будто бы больше ничего. А что должно быть еще? Я запутываюсь, я уже не знаю, что чувствую к нему. Ну, лучше перефразируйте свой вопрос немножечко по-другому. Чего я хочу? Для него или и для себя? Дальше, все время думаешь, у нас неправильно. А вот это уже признаки догматического мышления. Как должно быть? Да? Что нужно заводить семью, не детей, а просто хотя бы жить вместе, строить дом. Ну вот, обратите внимание. Да, нужно. То есть, такое ощущение, что вы мужчину выбрали идеального для создания семьи, по вашему мнению. Вот, потому что нужно заводить семью, нужно заводить семью. Потом думаешь, что лучше реализовать себя, развиваться, укладывать себя. Ну, опять же, мне кажется, что вы здесь руководствуетесь тем, что нужно делать, да, а не тем, что хочется. Дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы эти отношения были последними. Почему? Почему? Почему вам бы хотелось, чтобы эти отношения были последними? Опять же, как будто бы здесь вы пытаетесь чего-то достичь. Я чувствую, что мне будет в них тяжело. Вы скорее чувствуете, что ради того, чтобы эти отношения не были последними, вы готовы терпеть то, что вас не устраивает. От этого вам тяжело. Мне бы хотелось, чтобы Барнер тоже развивался и чего-то хотел от жизни, был более зрелым. А зачем? И дальше вы пишете довольно здравые мысли, что может стоит начать с себя. Да, с себя стоит начать. А вдруг я не зрелый? Нет, тут дело не зрелости, а в том, что вы не доверяете себе. Мне нечего предложить мужчину, которого я хочу видеть рядом с собой. Это вот обесценивание, неуверенное в себе, сомнение в своей ценности. С этим нужно работать. Я не знаю, как будет остаться, если разбираться с собой или все измените, я перестану себя мучить. Но я уверен, что вы не перестанете себя мучить. Если все измените, потому что у вас есть внутренний конфликт. Который нужно разрешить, помочь вам разрешить. Для чего, собственно, и вы можете выбрать психолога и начать с ним индивидуальную работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью и буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи! 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 Продолжение следует...